Приветствую вас, Екатерина. Первое, что хотел бы сказать, то что свой вопрос, в принципе, вы задаёте правильно. То есть вы совершенно правильно спрашиваете, как перестать принимать на свой счёт, точно тратить деньги только на себя. На самом деле это очень здорово, что вы задаёте такой вопрос, потому что это говорит о том, что вы уже более-менее понимаете, где лежит проблема, в чём она лежит и так далее. Вот. Давайте разберём ваш текст подробно и, соответственно, я постараюсь вам выделить какие-то рекомендации, которые бы вам помогли. Итак, мы с моим молодым человеком работаем вместе, пишите вы, и наша зарплата практически одинакова. Примерно 20-25 тысяч. Здесь, знаете, вот то чувство, когда вот ощущается прям, что вот, знаете, вот что-то не так, да, вот что-то не так. Но вот что нащипать сложно. Вот мне кажется, что вот здесь вы начинаете с работы и с денег, да? То есть материальная составляющая. Насколько она для вас важна, материальная составляющая. 20-25 тысяч на 4 марта 2018 года деньги крайне-крайне небольшие. То есть это вот прям, прям, прям самый минимум, да? И если вы работаете на любимой работе, которая вас устраивает, которая вам нравится, которую вы любите, то вопрос денег вам, вас волновать не должен. Потому что вы работаете на работе, которая вас устраивает. Которая вам нравится. Ну, то есть, вы получаете удовольствие именно от процесса, да? Вот. Значит, дальше идем. Значит, не то, чтобы я считал его деньги, просто его покупки меня шокируют. А, понимаете, какая история? То, что вы считаете его деньги, связано с тем, что вы чего-то хотите для себя. И вас не устраивает то, как распределен бюджет ваш. Что, в общем-то, очень важно, если вы хотите, например, выстраивать отношения, ну, скажем, более... Организованно, что ли, да? Давайте также подумаем о том, значит, чем именно шокируют вас его покупки, да? То есть, как они вас шокируют? Какие чувства вызывают у вас в его покупке? Что вы чувствуете? Зависть, удовлетворение, гнев и так далее. Дальше. То есть, это ваши чувства, и их нужно принять. Да, то есть, вы эти чувства в себе не реализовываете, не отреагируете, не проявляете никак. Так, он покупает вещи, которые не совсем ему посредством. Ну, это вы, вот, берете за него, как бы, ответственно, да? То есть, вы решаете за него, да, как сказал нам коллега, вы решаете за него, что ему покупать, а что нет. Он покупает ботинки, кроссовки по 11 и 10 тысяч, хочет себе свитшот, толстовка за 64 от крупного бренда. Меня это привлекает шок одно дело, когда человек зарабатывает много и не может спокойно себе это позволить, но когда он копит почти год на одну вещь, которая, кроме, которая пользы, кроме удовлетворения потребностей не приносит, для меня это просто непонятно. Екатерина, а скажите, почему вам должно быть понятно? Это выбор человека. Это выбор, ну, насколько я понял, достаточно взрослого человека, для которого это важно. То есть, да, можно сколько угодно говорить, что это не имеет значения, что это всего лишь вещи, что это всего лишь бренды, я с вами согласен, но он такой. Он такой. И то, что вы с ним долго встречаетесь, говорит скорее в пользу того, что он делает, а не против. Потому что именно такого человека вы и полюбили. Ладно? Дальше. Почему бы на эти деньги не полететь на отдых или половину вложить куда-нибудь? Да, куча вариантов. В случае, в случае, ну, это ваше видение, это то, чего вы хотите. Это вам нужно. Если это нужно вам, то, соответственно, и вам нужно что-то делать для того, чтобы это реализовать. По неким причинам вы ждете этого от своего молодого человека. То есть, желание есть у вас, а делать это должен он. У нас нет такого, что он мне что-то покупает из одежды и прочего. Потому что вы так себя поставили. У него свои деньги, у меня свои. Потому что вы так себя поставили. Мне это не очень нравится, потому что мы долго встретимся. Мне было бы приятно, если он купит мне платье, например. Это какая-то забота о моих потребностях, но простите, я не могу такого характера. Это не характер, Екатерина. Это запрет на то, чтобы быть слабой. Запрет на проявление женственности. Запрет на хочу. По сути дела. Вот именно потому, что вы так себя не ведете, мужчина и не привык, а вас заботится. А зачем? Если вы выглядите как самостоятельная, деловая, обеспечивающая себя девушка. Зачем ему еще это сделать? Мужчина существо простое. Если он видит, что, соответственно, девушка ничего не привык, значит, ей ничего не нужно. Не надо думать, что мужчина сам догадается. Это опять же проекция, проекция ваших собственных желаний. Вот. И запрет себе, то есть вы запрещаете себе, их реализовывать. И в итоге неудовлетворенность. Далее. Вы говорите, мне было бы приятно, если он купит мне платье, например. Это какая-то забота. А вы считаете, Екатерина, что забота это обязательно покупка платья? Или кафе, ресторан или что-то еще? То есть, по-другому вы не чувствуете, что мужчина о вас заботится. Давайте так. Что в вашем понимании забота? Вот вы можете это высказать, вы можете это выписать. И, соответственно, посмотрите на своего молодого человека. Он такой? Мне кажется, вряд ли. Либо если он такой, вам нужно его принять. Опять же. Но при этом свои желания реализовывать. Дальше. Я не против, вы сама что-то дарите ему. Но вы это делаете, потому что вы хотите. Вы это делаете, потому что вы считаете нужным. Вы это делаете, потому что так у вас порыв, это нормально. Мне более интересен, знаете, контекст, в котором вы это написали. То есть, для чего вы это написали? Просто эти деньги можно было потратить не на потребности и на что-то полезно. Но опять, 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 опять. Вы опять свои желания проецируете на него. Это вы хотите. Это ваши желания, это ваши потребности. Либо вы ведете себя так, что мужчина изначально понимает, что ему нужно вас обеспечивать. Или вам что-то покупать, что как бы нормально, да? То есть, и так нормально, когда бюджет раздельный, и нормально, когда бюджет общий. То все нормально, никаких проблем нет. Но нужно выбрать. Нужно выбрать то, что вам по душе. А вы, получается, хотели бы, чтобы бюджет был общий, например, но ведете себя так, что бюджет раздельный. Потому что не можете просить. А что, вот что, что страшного такого в том, что вы попросите? Что будет? Страх отказа. Страх отказа. Вы боитесь, что вам откажут. Потому что вы будете воспринимать, что это насквозь, и он. Вот. Вполне возможно, что в детстве вам отказывали. Вот. И вполне возможно, что отказывал вам именно отец. Ваш. Вот. А, и так. Значит. Складывается впечатление, что человек просто не имеет цели и стремлений, а пытается с ним утвердиться за счет дорогих вещей. Может быть, но это его право. Мог бы создать воспоминания, впечатления на всю жизнь. Если отправиться куда-то отдохнуть, или можно вложить деньги, чтобы увеличить капитал. Это да. Но это ваша идея. Опять-таки. Это ваша идея, это то, что вы хотите. Вопрос в том, для чего вам это нужно? Почему вы этого хотите? И если вы этого хотите, как именно вы можете этого достичь? Понимаете? Я не знаю, как принять его потребность в столь дорогих вещах, не имея вескую нужду, а просто из прихоти. Удовлетворять свои прихоти. Делать что-то для этого. Вырабатывать для отличной ответственности, тогда, удовлетворяя свои прихоти, вы будете принимать прихоти других. Тем более, зарплаты, которые не соответствуют возможности. Ну, вы знаете, человек хоть кредиты не берет, и то хорошо. Живет, да, может быть, непосредственно, по крайней мере, покупает на свои. Так что в этом плане он выигрывает. Ну, в этом плане он более финансово грамотный человек, чем, например, те, кто в современном мире, да, то есть вот прямо сейчас берут кредит. Так, как можно перестать принимать на свой счет, что он тратит только на себя? Понимаете, да? Вы чувствуете себя какой? Недолюбленный, недооцененный, и о вас не заботятся. Ну, так возьмите это дело в свои руки. Какие у вас желания? Что вы хотите? Что для этого нужно? Вот. То есть, допустим, вы можете работать сами. Не работайте сами? Хорошо. Ищите себе молодого человека, который будет побогаче, который будет вас обеспечить. В этом нет ничего плохого. Но сделайте что-то сами для того, чтобы реализовать свои потребности. Вообще, для начала свои потребности необходимо бы выделить. Чего я хочу вообще? Что мне нужно вообще? Да? Вот. То есть, вы говорите, что не имеет цели и стремления. Хорошо. А вы? Какие у вас цели и стремления? Вложить капитал? Поехать отдохнуть? Это ваше стремление? Неплохо. А что вы готовы для этого сделать? Именно вы, Екатерина. Так. Надо здесь смотреть только на себя, кроме похода в кафе и ресторанчиков. Ну, вот вы обесцениваете, да? Вы обесцениваете то, что я для вас сделаю. Может быть, когда-то раньше это вас устраивало, теперь перестало, но вы ему об этом не сказали. То есть, грубо говоря, помимо вашего сближения с ним, да, помимо вашего сближения с ним, вы не даете ему почувствовать, что ответственность его увеличивается за счет того, что не просите. Вот. Просто смириться с его непрактичной трапой средств. Ну, понимаете, непрактичная трапа средств – это ваша оценка. Грубо говоря, вас главенствует родительская позиция по отношению к молодому человеку. Вообще, мне сложилось ощущение, что молодой человек – это такой ребенок, а вы такая мама. Знаете? То есть, вы для него больше мамы, а он для вас больше ребенка. То есть, он такой, знаете, такой ноутбук покупает, да? Там одежду покупает, там, дорогую очередь, там, еще что-то делает такое, то есть, как резвиться, да? А вы такая вот, типа, вон там тратите, ну, там, деньги просаживаешь, да? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, тут, конечно, вот такой момент, как бы, и мне кажется, да, мне кажется, мне кажется, что надо контролировать вашу родительскую позицию – это А. Б. Б. Больше заявлять о своих желаниях, там, посмотреть, что стоит на пути к тому, что вы просили, да? То есть, все-таки начать просить, потому что без этого отношения не выстраиваются, не выстраиваются. Вот. Определиться за своей женской позицией, определиться за своими ценностями в плане бюджета, в плане вообще отношений. Вот. И уже исходя из этого, действовать, действовать может по-новому. То есть, вы просто скажете своему молодому человеку, что, допустим, ты знаешь, как бы время идет, да? Мы с тобой уже долго приезжаем, время идет, я понимаю, что у нас, ну, что, как бы, как бы, вот, я вижу, да, что ты делаешь, то есть, ты тратишь, как бы, деньги на, там, ноутбук, одежда, там, все такое, вот. Вот. Я не против, но мне бы хотелось двигаться дальше, да, то есть, мне бы хотелось, там, например, ну, грубо говоря, квартиру, да, там, там, допустим, в будущем, там, ребенка, например, мне бы хотелось съездить отдыхать. То есть, как-то, как-то, что-то такое, ну, сомнение, ну, да, это тот же, я хочу, я расту, да, вот. То есть, раньше меня устраивало кафе-ресторан, это было, в принципе, ну, хорошо, на тот, на тот бюджет, но все течет, все меняется, и теперь я хочу другого, другого. И вот, что ты готов для меня, что ты готов сделать, готов ли ты поддерживать меня в этом или нет? Если готов, хорошо, давай тогда посмотрим, что можно сделать, если нет, твое право, но я не обещаю тебе, что мы будем вместе, потому что, как бы, ну, это, значит, это, это важно для меня. Вот, понимаете, какая история, вот. Так что, я думаю, я думаю, вот, вот так, я думаю, можно, я думаю, что так можно вам ответить на вопрос, на вас. Ну, конечно, конечно, в, значит, в корне всего лежит ваше неумение быть слабым. Вообще, восприятие слабости как чего-то негативного. Вот, и в основе лежит ваш сценарий, да. Вот. Будь сильным. То есть, не проси, там, не хоти, не мечтай, то есть, мечтать можно, но не желай, вот, и так далее. Вот, это, конечно, нужно корректировать, потому что приводит это вот к тому, что вы сейчас имеете на данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова